Сезон кабачков не за горами, поэтому сегодня расскажу и покажу, что вкусного из них можно приготовить. Оставайтесь со мной. Продукты все простые, доступные. Беру луковицу репчатую, режу ее кубиком. Вообще рецепт очень простой, быстрый и в то же время получится очень вкусно. И вообще на моем канале много вкусных простых рецептов на каждый день и к праздничному столу. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы с вами в первую очередь подготовим все продукты, а потом уже начнем готовить. Беру морковь. Морковь режу достаточно крупно. Вот такими вот колечками, кружочками. Далее кабачки. Удаляем все лишнее. Плодоножку. И режем тоже достаточно крупными кусочками. Кожуру я не удаляю. Ну, по желанию, если что-то вам не понравится на кожуре, то можно ее зачистить. И последний компонент из овощей это картошечка. Картофель режем тоже крупно. Для аромата я еще возьму 2-3 зубчика чеснока и просто вот так раздавлю их ножом. Далее в кастрюле. Желательно кастрюля, чтобы была с толстым дном. Я разогрела растительное масло. Теперь отправляю туда лук и обжарю его до легкого золотистого цвета. На этом этапе добавляем давленый чеснок. И слегка обжарим до появления такого чесночного аромата. Буквально 30 секунд, чтобы чеснок не горел. Далее закладываем в кастрюлю все остальные овощи. Кабачки, морковь и картофель. Огонь на этом этапе можно убавить. Сделать его средним, чтобы овощи не подгорали. И картошечку тоже сюда отправляем. Периодически помешивая, овощи тушим около 7 минут. Спустя 7 минут. Смотрите, если у вас есть куриный или говяжий бульон, замечательно. Если бульона нет, то и вода подойдет. Добавляем воду. Овощи уменьшились в объеме. Видите, теперь вливаем сюда воду. Доводим до кипения. И на небольшом огне будем варить до готовности овощей. Пока тушится овощи, сделаем гренки для подачи нашего блюда. Для этого я беру багет. Вот такой у меня небольшой кусочек остался. Порежу его достаточно крупными кусочками. Вы их можете сделать любого размера, какого пожелаете. Можете сделать поменьше. Но мне нравится так. Для удобства хлеб перекладываю в мешочек. Сюда же отправляем соль и специи. У меня сразу же соль с пряностями. Вот так. Отправляем. И хорошенечко все это дело потрясем. И сбрызну маслицем. Тоже сюда поливаю. И все хорошенечко сейчас взбрутаю. Высыпаю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Распределяю, чтобы хлебушек лежал в один слой. Отправляю в духовку, разогретую до 220 градусов. Гляньте, какие потрясающие греночки получились. Хрустящие. Овощи полностью готовы. Посмотрите, и картошечка, и морковочка, и кабачок. Содержимое пробиваем погружным блендером до состояния пюре. Возвращаю кастрюлю на плиту и вливаю туда сливки. Сливки у меня жирностью 10%. Этого будет достаточно. Кстати, посмотрите, какого состояния добиваемся. Вот такая вот пюреобразная масса. Вливаем сливки. Солим по вкусу. Добавляем ваши любимые специи. Либо просто, как я, немного перца. Все это перемешаю и доведу до кипения. Ну вот, супчик закипел. Теперь можно снимать его с огня. Если желаете, можно разбавить еще бульоном или водой. Но, как по мне, вот этой консистенции в самый раз. Эта консистенция. Как подаем супчик? Кстати, очень ароматный. И несмотря на то, что в составе нет грибов, какой-то, вот знаете, грибной привкус, он ощущается. Все это перемешаю, буду накладывать. Как по мне, оптимальная консистенция супа. Но если вы любите пожиже, то добавьте либо еще бульоны, либо сливки, либо воду. Сверху выкладываем греночки. Посмотрите, какая красота. Мне кажется, потрясающе просто. Очень аппетитно. И посыпаем рубленой зеленью. У меня укроп. Я, конечно же, попробую. Вместе с греночкой. Очень нежный крем-суп получился. В сочетании с гренками получается просто изумительно. Летом, на даче, вот такой легкий супчик. Обязательно приготовьте. Все скидали в кастрюлю. Готовится быстро, просто из простых и доступных продуктов. Ставьте лайк, если понравился рецепт. Делитесь этим видео с друзьями. И подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok